Ребята, друзья, всем привет! Обещал записать видео по поводу кандиды. Исполняю обещанное. Итак, друзья, в подходе к решению этого вопроса существует сейчас некоторое заблуждение, потому что многие упорно, усиленно глотают по ударку, пьют серебро, пьют чеснок, не добиваясь намеченного результата, огорчаются, кричат, что ничего не работает, что все ерунда, то есть кандида не решается. На самом деле, при решении вопроса кандиды гораздо важнее имеет рацион питания и флора. То есть нужно формировать правильную среду питания. Проще говоря, нужно давать такое питание, которое является идеальным для наших сапрофитов, то есть бактерий, которые являются дружественной флорой, и питание, которое будет негативным, то есть отрицательным для нашей условно-патогенной флоры, для той же кандида. Что это значит? Это значит, что из рациона нужно исключить быстрые углеводы, сахара, крахмалистые продукты, даже вареную морковь и вареную свеклу, даже бананы. Сахар, белый хлеб, повторюсь, белая мука и их производные исключаются. Майонез и кетчуп также. Наоборот, в рацион добавляется, по нашему опыту, самым эффективным при борьбе с кандидой является потребление большого количества продуктов, содержащих хлорофилл. То есть зелень, а в наших продуктах это люцерна, спирулина, хлорелла и замечательный, гениальный продукт биокуронга. Также для женщин, напомню, местно, идеально применять местно тампоны, которые состоят из одной чайной ложки меда, которая смешивается с парой капсул или одной или двумя капсулами спирулины, лучше в порошке, ну, понятно, в капсулах растворить ее, или же растолочь две таблетки хлореллы и смешать ее с медом с одной чайной ложкой. Туда добавить можно кору муравьиного дерева, можно добавить родную таблетку растолочь биокуронги, той же. Это один из вариантов тампонов. Также с этим медом, иногда делаю тампоны с тем же медом и алоэ, но я добавляю капсулу алоэ монан, но первый вариант, который я сказал, вполне подходит. То есть вы ставите тампоны из вышеописанного состава в течение 21 дня, при необходимости курс продлевается до 40 дней. В идеале, ребят, это делать, начинать с периода очищения коловадой и продлевать после коловады в течение 21 дня или 40 дней при соблюдении строжайшей диеты. Да, кандида решается сложно, совершенно верно. И сахар, и наше неправильное питание, и стресс, оно является фактором, усугубляющим кандиду. И с ней надо бороться длительно и регулярно. Но если вы используете эти продукты постоянно, вы сами увидите, что это действительно дает эффект. То есть в совокупности с тампонами, с вышеперечисленной программой, результат будет однозначный, результат будет замечательный. Спасибо всем за внимание. Применяйте и используйте, пишите свои отзывы. Благодарю всех за внимание.